МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Освоить до Нового года. Кабинет министров рассмотрел исполнение бюджета. Выбор пал на пятачка. Чебоксарцы определились с эскизом символа будущего года. Вместо молока йогурт. В меню чебоксарских детских садов появились новые продукты. Сегодня члены Кабинета министров рассмотрели ряд постановлений и законопроектов на повестке о корректировке в правила предоставления земельных участков, установления прожиточного минимума и утверждения отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев. Подробнее расскажет Дмитрий Ковалев. Прогнозы оправдались. Доходы республиканской казны растут. Только с января по октябрь поступило порядка 35 миллиардов рублей. Но к членам Кабмина у его председателя были и вопросы. Успеют ли ведомства освоить бюджет и реализовать сполна все приоритетные проекты. Там по Писулинской свалке оплата идет, что ли там все? Да, да, сейчас оплата, закуп идет. Все успеет, успеет. Дорожные работы по всем направлениям практически завершены. Но сейчас идет документальная работа и к декабрю месяцу мы максимально все средства освоим. Завтра будет сдача объекта Никулино-Заречное в Порецком районе. Прогноз сделали. Максимальное неосвоение состоит 4-5 процентов по дорожному фонду в этом году. Это принимается, направляется к горе для дальнейшего направления в госсовет. Члены правительства утвердили и госпрограмму развития здравоохранения. В приоритете инновационные методы диагностики, модернизация больниц, подготовка квалифицированных кадров. От преобразований в медицине ожидают большого эффекта. Продолжительность жизни в республике должна быть увеличена до 78 лет. Самое значительное влияние на снижение показателей смертности оказывает три основных направления. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями и снижение смертности у детей. Среди важнейшихся любых индикаторов программы снижение смертности от всех причин, а также снижение смертности в трудоспособном возрасте еще на 30 процентов. Появляются новые задачи и вызовы, и мы должны достойно на них ответить и непрерывно совершенствовать системы оказания медицинской помощи. Еще одна тема – поддержка многодетных семей. Сегодня члены Кабмина утвердили новые правила предоставления земельных участков. Вводится понятие с 1 января 2019 года – садоводство и огородничество. Соответствующие изменения касаются тех видов предоставления земельных участков, под которые раньше у нас многодетные семьи писали выдачу под дачное строительство. Для садовых земельных участков предполагается, что они будут предоставляться и земель населенных пунктов, а касательно огородничества это могут быть категории как населенных пунктов, так и для сельхозпроизводства. И следующее, второе изменение – это касательно срока действия данного закона. У нас он традиционно, срок действия продлевается с учетом действия материнского семейного капитала. Члены Кабмина пересмотрели величину прожиточного минимума. В республике состав и объем потребления продуктов питания, включенных в корзину, определяется законом Чувашьей республики в потребительской корзине. И напомню то, что потребительская корзина состоит из 11 групп, которые включают в себя 42 наименования продуктов питания. И по расчетам, таким образом, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в третьем квартале у нас составила 8791 рубль. По данным статистики, в третьем квартале в республике подешевели овощи и фрукты, но подорожало мясо. Величина прожиточного минимума рассчитывается, исходя от потребительских цен и влияет на социальные выплаты. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Сегодня день географических информационных систем. Информатизация, как естественный процесс, коснулась и повседневного образа жизни, и высоких технологий, и науки. Географическая информационная система – это система сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных и связанных с ними сведений о необходимых объектах местности. В Чувашии геоинформационный портал заработал в 2013 году. В ресурс внесены более полумиллиона объектов с данными о них. Доступен на мобильных устройствах на базе операционных систем Android и iOS. А в ближайшее время начнется новый этап развития геоинформационных технологий. 30 октября между Российской корпорацией ракетно-космического приборостроения информационных систем и кабинетом министров Чувашской республики подписано соглашение о взаимодействии в области использования результатов космической деятельности. В рамках нашей компании находится научный центр оперативного мониторинга земли. В ближайшее время, я думаю, он трансформируется в национальный центр оперативного мониторинга земли. И мы получили поручение год назад президента Российской Федерации приступить к реализации проекта «Цифровая земля», то есть цифровой двойник. Мы можем еще предложить различные сервисы, которые нужны городскому хозяйству. Это и цифровое проездное управление транспортом. У вас очень много информации, которые на сегодняшний день мы не используем, по сути дела, в реальном секторе экономики. Нам как раз очень важно иметь все те данные, обратные связи. 26 числа проходил у нас совет глав региона Приворско-федерального округа при полномочном представительстве. И как раз Игорь Анатольевич Комаров остановился, что нужно взаимодействовать с космосом, с данными. При поддержке РКС в республике запустят пилотные проекты мониторинга лесного и сельского хозяйства, управления транспортом, борьбы со стихийными свалками, а также контролем за землями и госимуществом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Передает ТАСС ссылкой на пресс-службы правительства России. Принятое решение Из отстающих в передовые. Хозяйство имени Евтихия Андреева по праву считается лучшим сельхозпредприятием Маргаушского района. За последние четыре года здесь приобрели новую технику, построили зернохранилище, поставили новую сушилку. Как удалось поднять хозяйство, узнавала наша съемочная группа. Андреевцы. Именно так называют себя работники данного предприятия. 30 лет легендарный председатель, известный всей России Евтихий Андреев, возглавлял это хозяйство. Он закончил всего шесть классов, но его знания и мудрость актуальны и по сей день. Буквально из нищеты ему удается вывести колхоз в миллионеры. Их плод до 90-х годов на знамя труда равнялись все аграрии Чувашии. А потом ситуация повторилась. К сожалению, лет 15-20-15 лет назад были трудности. Хозяйство фактически было предполаграммное состояние. Но сегодня хозяйство набирает обороты. В первую очередь это связано с возделыванием зерновых культур. У нас в Маргаушском районе не такие богатые земли в содержании гумуса. Но используя новые технологии, новые методы производства, сегодня хозяйство является передовым по возделыванию зерновых культур. Сегодня основное направление работы СХПК имени Андреева – растениеводство. Производственные показатели растут из года в год. Нынешний руководитель Виталий Семенов признается – здесь все родное и знакомое. Трудился он и в школьные годы, и до службы в армии. После Афганистана вернулся сюда же водителем. Вспоминает, в первые годы работы председателем едва удавалось выплачивать зарплату и рассчитываться с накопившимися долгами. Сегодня предприятие постепенно переходит на выращивание элитных семян. Это касается и озимой пшеницы, и ярового ячменя. Это у нас семеновый склад. Мы сейчас видим ячмень, сорт Владимир, репродукция элита. Мы тесно связаны с Владимирским научно-исследовательским институтом. И постоянно, каждый год мы закупаем питомники размножения. В этом году урожайницы у нас 25 центов с гектара получили, с гектара в амбарном весе. Но это нам, конечно, радует. Сегодня андреевцы производят столько семенного материала, что хватает и землякам, и растениеводам из других регионов – Саратовской, Воронежской, Ленинградской областей. Специальные аэраторы способствуют сохранению качества зерна. За последние годы купили два новых комбайна, выстроили огромнейшее зернохранилище, поставили новую сушилку. Постепенно здесь заменяют всю старую технику. Благо, существуют программы государственной поддержки. Этот агрегат – сейлка «Астра 5», шириной захвата «5.4», выпускается в Бернице «Сельмаш». Она заменяет две сейлки старого выпуска. Мы все экономили более 400 тысяч рублей, и на эти деньги мы можем купить какое-нибудь другое оборудование. Планы у хозяйства большие – создать полностью модернизированный зерноводческий комплекс и развивать животноводство. И, конечно же, повышать зарплату сельчан, чтобы можно было жить и трудиться на родной земле, а не искать работу где-то вдали от дома. Транспортная реформа, обещанная столичными властями, стартует в декабре. Напомним, что мэрия разбила ее на несколько этапов. Администрация города планирует с 1 декабря осуществлять регулярные перевозки по оптимизированной сети и с помощью автобусов в большей вместимости. Будут изменены схемы движения 15 автобусных маршрутов и отменены 18. Кроме того, на муниципальных маршрутах появится возможность оплаты проезда с помощью бесконтактных банковских карт. Пассажиру можно будет воспользоваться картой любого банка, либо смартфоном или иным гаджетом с технологией Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кстати, стоимость будет такая же, как по карте ЕТК. С сегодняшнего дня идет технический запуск проекта. Понятно, что в это время карты будут приниматься не на всех мобильных терминалах. Дополнительные вопросы можно задать уполномоченному оператору системы безналичной оплаты проезда ЕТК по телефону 36 03 30 36 33 30 либо через форму обратной связи на сайте ЕТК в сети интернет. Адрес вы видите на экране. Бродячие собаки не так опасны, как принято считать. Статистика свидетельствует, из 250 зафиксированных укусов лишь 4 от уличных собак. Такие данные приводит Госветстанция. Но проблема бродячих животных не исчезла сама по себе. Немалую роль в ее решении играет станция передержки собак, которую открыли в Чебоксарах в 2016 году. Животных отлавливают на улицах города и размещают в пункте передержки. Их осматривают ветеринары, если необходимо назначают лечение. В течение 10 дней вакцинируют от бешенства. Заказы на отлов принимают в управлении ЖКХ города Чебоксары. Работу выполняет подрядная организация. Осматривают животных специалисты Госветслужбы. На это выделено 3 миллиона рублей. Отлов происходит гуманным способом. Именно используются разрешенные препараты, а они дорогостоящие. Но это также и содержание здесь. С начала года отловили 444 собаки. Из них более 250 были пристроены и обрели дом. Глава администрации Цивильского района проведет 2 года в колонии-поселении. Цивильский районный суд вынес приговор в отношении действующего сити-менеджера муниципалитета. 39-летнего Андрея Павлова. Его обвинили в незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении служебных полномочий. Приговором суда глава администрации Цивильского района, 39-летний Андрей Павлов, признан виновным в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, также совершенной с использованием своего служебного положения. Установлено, что подсудимый, являясь главой администрации района, дал указание своим подчиненным на подготовку документов о досрочном расторжении образовательными организациями района действующих договоров на техническое обслуживание электроустановок, ранее заключенных СМУБ ЖКУ Цивильского района, с последующим заключением новых договоров с другой организацией, с которым он ранее занимал руководящую должность. Указанные поручения Павлова были исполнены. Договора на обслуживание расторженцы, в результате чего муниципальное предприятие не получило дохода на общую сумму около 500 тысяч рублей. С учетом мнения прокуратуры, суд определил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отдуванием в колонии поселения с лишением права занимать должность на государственной муниципальной службе на срок два года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Изменения в порядке оформления электронных больничных, новшества, касающиеся очередных отпусков, запрещенная реклама. Далее в выпуске правовые новости. Электронные больничные – полный аналог бумажного листка нетрудоспособности. Ни в том, ни в другом нет указания о диагнозе. Номер электронного больничного можно сообщить работодателю по телефону, через интернет или принести талон, выданный в больнице. А сведения о своих больничных и суммах пособий можно посмотреть на сайте Фонда социального страхования, используя логин и пароль от единого портала госуслуг. Специалисты фонда рассказали о преимуществах работы с электронными больничными для работодателей. В частности, такой больничный невозможно подделать, так как ФСС контролирует любые действия с ним, поэтому работодатель может быть уверен в его подлинности. Электронные больничные хранятся в информ-системе «Соцстрах», поэтому работодателю не нужно распечатывать и хранить у себя их копии. При проведении фондом проверок страхователей представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам фонда не требуется, электронные больничные невозможно потерять или испортить. Неиспользованный отпуск не сгорает. На днях точку в этом вопросе поставил Конституционный суд. Ранее же были случаи, когда право на полную компенсацию отпусков за два или три года работники доказывали в суде. Им отказывали, ссылаясь на просроченную исковую давность. Часть первая статьи 127 Трудового кодекса не устанавливает ни максимальное количество неиспользованных увольняемым работникам дни отпуска, взамен которых ему должна быть выплачена денежная компенсация, ни ее предельные размеры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие саму выплату. Напротив, прямо и недвусмысленно, указывая на необходимость выплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, данная норма тем самым предполагает безусловную реализацию работникам право на отпуск в полном объеме. Статья же 392 Трудового кодекса предназначена исключительно для регулирования процессуальных отношений, возникающих в рамках разрешения индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем. В закон о рекламе внесли поправки. Теперь запрещено распространять информацию об услугах по написанию курсовых, дипломов и диссертаций. В частности, статья 7 указанного закона дополнена новым положением, запрещающим рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации. Изменения вступили в силу 11 ноября. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф от 2 до 500 тысяч рублей. Вкусно, питательно, полезно. В меню столичных детских садов появились новые аппетитные продукты. Кирилешки? Вредно. Ксюша? Чипсы? Вредно. Кефир? Полезно. Йогурт? Полезно. По примеру игры «Съедобное, несъедобное» воспитанники 162-го столичного детского сада запоминают, что есть полезно, а что вредно. Каждый из них знает, ты это то, что ты ешь. Цвет кожи, зубов, рост и вес – все это зависит от того, что лежит в твоей тарелке. Вот уже пять лет в Чебоксарах работает проект «Здоровые дети, счастливые родители». В его рамках ремонтируют пищеблоки, обновляют оборудование. Кроме того, детские диетологи контролируют качество и состав меню. С 2013 года у нас действует 10-дневное меню по всему городу для всех детских садов. Но это не говорит, что с 2013 года меню не менялось и не вносились какие-то изменения. Мы стараемся ежеквартально менять и вносить какие-то изменения. Это сезонное меню. Весной мы понимаем, что детям надо больше в рацион вводить овощей, соков, фруктов. В контроле за едой участвуют и родители. Они могут лично продегустировать пищу. Раз в месяц у пап и мам есть возможность пройтись по группам, оценить чистоту помещений, зайти в пищеблок и продегустировать приготовленные блюда. Могут попросить и изменить меню. Например, теперь в рационе детей появился йогурт по просьбе родителей. А молоко тебе нравится? Нет. А йогурт? Да. Я, кстати, люблю йогурт, малину и больше всего. Теперь один раз в две недели во время второго завтрака будут давать йогурт. Он заменит кипяченое молоко. Юлия Важанина, Мальвина Петрова, Павел Иритков, Республика. В России стартовал рекрутинг волонтеров на всемирный чемпионат WorldSkills, который в августе следующего года пройдет в Казани. Отбор желающих продлится до марта. Ну а пока в Чувашии вручили награды лучшим волонтерам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в прошлом году в Сочи. Чилянка! Россия! Чувашия! Каково пришлось волонтерам на фестивале, сотрудники нашей телекомпании знают не понаслышке. Они стали участниками в ФМС и освещали его события. В Сочи приехали на несколько тысяч больше иностранных участников, чем ожидалось. И именно волонтерам пришлось решать большую часть организационных моментов. И они справились. Несмотря на то, что были бесконечные ночные смены, несмотря на то, что приходилось работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, все все выстрелили. Спасибо нашей команде, потому что действительно благодаря вам, а в том числе удалось нам вести его на таком уровне, на котором мы его провели, потому что мы в том числе были лицом этого фестиваля, выкладывались по полной, поэтому огромную благодарность. Из 500 человек по всей стране, получивших памятную медаль фестиваля, 9 – еще ваши. Ирина Алексеева – учитель иностранных языков. На фестивале она стала серебряным волонтером. Для меня получение такой, столь высокой награды было действительно очень приятной, такой неожиданностью. Я понимала, что очень много волонтеров, очень много достойных, потому что ребята работали, работали на совесть. Итак, Сочи наши взяли. Впереди Казань. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика. Главную чебоксарскую елку установят до 1 декабря. Главную елку по традиции поставят на площади Республики. Как и в прошлом году, ее украсят цветящимися звездами в национальном стиле. Также в первые дни зимы, если позволит погода, на Красной площади начнет работать каток. По восточному календарю 2019-го – это год желтой земляной свиньи. Символ наступающего года в столице Чувашии всегда устанавливают у почтамта по проспекту Ленина-2. Были представлены три эскиза. От известного художника и скульптора Александра Жигарева. Мы воспользовались новой интерактивной площадкой «Открытый город», которая стартовала в этом году. И завели эти три эскиза на голосование. В голосовании участвовали 475 человек. Большинство голосов – 42% – получил пятачок. Изготовление скульптуры из папье-маше займет около трех недель. И к середине декабря фигура займет свое традиционное место. К этому времени планируется полностью закончить новогоднее оформление города. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил наказывать рыбаков, которые выходят на тонкий лед. Например, экстремалы могли бы оплачивать горючее, которое расходуется на их спасение. И если бы это правило начало действовать сегодня, то жители Чебоксар заплатили бы первые штрафы. Очевидцы заметили и прислали нам фотографии рыбаков, которые вышли на лед залива. Напоминаем, для пешехода считается безопасной толщина льда не менее 7 сантиметров. В идеале 10. Кроме того, лед должен иметь зеленоватый или голубой оттенок. Серо-бурый не позволяет определить, что именно под ногами – твердое покрытие или промоина. Будьте осторожны и берегите себя. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее для вас полезная информация. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Стараемся получить сегодня. Конец декабря, начало января – время повышенных расходов. Поэтому где-то в начале ноября мы в Банке Восточной фиксируем рост спроса на кредиты. Большинство наших клиентов считает, что это практично. Вместо того, чтобы долго копить, нужную сумму можно получить уже в день обращения. А условия по кредиту позволяют возвращать его удобными платежами в течение нескольких месяцев. Планы на праздники у всех свои. Кто-то будет довольствоваться застольем в кругу семьи. Другие захотят обновить бытовую технику и мебель в квартире. Третьи же и вовсе пожелают провести каникулы где-нибудь на жарких пляжах. Банки делают все для того, чтобы их предложения удовлетворяли все запросы. Оформить праздничный кредит «Большой сезон» наши клиенты могут уже сегодня. Получить сумму до миллиона рублей наличными с фиксированной ставкой 11,5% можно в любом офисе Банка Восточной. Для этого потребуется всего два документа – паспорт и справка 2 НДФЛ. Благодаря своим условиям «Большой сезон» подходит для исполнения новогодних желаний всех членов семьи. Подготовка к празднику – это не только развешивание гирлянды, установка елки. В первую очередь – это грамотное планирование своего бюджета. И сейчас самое время решить этот вопрос вместе с Банком Восточной. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене – это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд – от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно, выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что, лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была, не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное – все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик – за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Субтитры создавал DimaTorzok